я вас приветствую друзья это видео старое я его перезаливаю сразу хочу предупредить кому то его уже видел и кому будет неинтересно можете даже не смотреть причина почему я это делаю банально youtube несколько моих видео заблокировал на причем достаточно правильном основании тут никаких претензий нет то есть там были видны моменты на фотографии где можно было определить тело якобы тело влада бахова погибшего и тут никаких претензий конечно с моей стороны быть не может правильно не надо было вот именно в таком виде выкладывать но у меня естественно всегда есть исходники естественно я решил подправить ситуацию сделать невидимым это тело и снова это выложить на мой взгляд эта информация пока что еще имеет некое ну наверное значение ну по крайней мере для меня пока эта история не закончилась я думаю что эта информация она может оказаться полезной может быть кто-то еще и не видел эти мои рассуждения по фотографиям с дрона и на может они будут даже кому-то полезны но в плане даже освежить некоторые моменты на которые я обращал пристальное внимание мне прислали ссылки на некоторые фотографии оказывается их еще мне закидывали под видео которое я выкладывал в воскресенье эти ссылки но я не мог просмотреть не мог увидеть был екатеринбурге их не увидел вчера мне снова на них показали ссылки на фотографии которые очень похоже на исходные фотографии правда проблемам в том что они в радикале уже ну файлообменники в таком специальном до находится то есть это опять-таки не исходники а передаточная через что-то переданные уже сами фотографии и с виду там вроде бы похоже что на них нет и каких-то изменений но опять таки очень было бы важно посмотреть именно на исходники и я сейчас объясню почему важно вот лично для меня все-таки убедиться что в самих исходников нет фотосопа и отсюда сделать вывод смотрите давайте сначала все-таки вернемся к тем фотографиям которые я рассматривал видео мол где исходники влад бахов фотографии там имеет мол следы фотосопа и где исходники и можете по в конечных заставках обязательно это будет загляните дождитесь посмотрите это видео и поймем на простой я говорю вообще в интернете да и сейчас везде наверно не только в интернете существует в большом в хорошем таком объеме есть естественно всевозможные программы вот одна из этих программ в которой можно посмотреть мета данные фотографии но я сейчас перевел на русский язык чтобы вам было удобнее понимать да то есть вот эта фотография которая была мне прислана якобы на которые ну нету за стрелки это якобы исходник вот в этой программе эти посмотреть то можно понять что вот дата этой фотографии 21 апреля все сходится все правильно сделано она после полудня 5 часов 38 минут судя вот по вот этим данным то есть это без 26 вечера но тут объектив экспозиция камера кстати он показывает всегда какой камеры было сделано но нам не очень это важно важно вот что есть координаты и они соответствуют действительно этому месту координаты но еще важнее вот здесь появляются некие даты посмотрите изменения даты 31 января то есть это фото сделано 21 апреля 2019 года но в нем есть изменения от 31 января 2020 года это вот здесь можно понять смотрите изменения они были произведены в фотошопе вот история когда это происходили эти изменения вот 31 было преобразовано сохранено преобразовано сохранено изменение прозвало два раза сохраняли эту фотографию делаете изменения но для меня вот здесь важно еще одна дата что здесь еще есть 5 февраля 2020 года опять какие-то изменения даты чем эта информация она интересна вот тут кстати опять фотошоп написано вот фотошоп три раза знаете я пока обращу внимание не вот не на все вот эти вот конкретные какие-то вам данные информации а именно на дату вот эту 5 февраля 2020 года если смотреть аналогично рассмотреть фотографию со стрелкой вот здесь вот у нас стрелка как мы видим да то мы можем обратить внимание сейчас я переключу опять на русский язык чтобы было понятнее можно обратить внимание что данные в принципе совпадают изначально практически все один в один то есть это одна и та же фотография сделано именно вот в одно и то же время и дата изменения в ней кстати тоже написано именно за в это время 31 января вот как-то удивительно эти обе фотографии имеют вот по вот этим показателю одно время изменения прям даже до минуты опять мы видим фотошоп опять мы видим что два раза преобразованные два раза сохранено но здесь есть одно существенное отличие что вот помните я вам показал предыдущем вот здесь было 5 февраля 2020 года а вот на этой фотографии так и осталось 31 января 2020 года то есть на фотографии где есть стрелка дата вот это изменение она так и осталось 31 января 2020 года а на фотографии где нет стрелки здесь написано 5 февраля 2020 года вот здесь вот нет стрелки как мы видим то есть что я хочу сказать всем этим я хочу сказать что вот эти две фотографии явно менялись фотошопе причем одна позже другой как я и говорил фотография со стрелкой сначала было сделано а после этого были произведены 5 февраля изменения затирали вот эту стрелку как ее затирали я уже объяснял могу еще раз повторить еще раз могу это сказать сейчас минуточку найду эту фотографию вот это более увеличенная фотография без стрелки увеличенная я так сказал я обращал внимание на то что бросается в глаза вот а вот эти вот два элемента например но вот есть здесь например вот смотрите вот этот элемент он повторяется несколько раз но вот эти вот в совокупности вот обратите внимание вот эти черточки вот эту небольшую загогулинку и вот она и раз вы здесь еще два вот здесь еще три вот здесь еще то есть раз два три четыре места как минимум друг друга повторяет вот например обратите вот сюда пристальное внимание и посмотрите вот сюда это совершенно идентичные одинаковые причем они вот вот в таком виде одинаково потому что такая вот загогулинка вот здесь стоит и здесь она такая то есть это вот это вот так взята ну вот так вот наверное взята и вот здесь вот продублирована уже я уже говорил что вот это вот вот видите вот по этим даже элементам можно понять вот здесь он чуть-чуть не попал этот элемент вот так вот тоже взятый по дублирована вот здесь и отрезали вот эту ветку то есть вот эти следит дублирование видны вот здесь вот виден они вот это вот вот это вот вместо вот вот две такие и вот они опять эти за черточки то есть элементы одинаковые совершенно вот здесь они везде встречаются и в суде по этим даже элементам и по метаданным и по этим элементам можно вот видите вот она вот опять одинаково то есть это вот так вот взяли и продублировали отсюда вот сюда и по этим элементам от по этим черточка можно понять что здесь явно фотография корректировалась но сразу хочу сказать что вот пристально разглядывая все вокруг тела и само тело я не как-то вот ну не могу найти следы фотошопа к сожалению для меня вот есть вот стволик и я как вот чувствуется что нога все-таки за стволик доходит вот здесь есть силой от какой-то ветки и он явно прикрывает перекрывает вид тела то есть есть все-таки как сказать моему большому сожалению все-таки есть предположение что это действительно тут его как бы не фотошоп но это это точно сказать нельзя кстати вот здесь вот смотрите даже одну ветку резанули и вот сюда и и присобачили может умножить и даже вот это обратить внимание то есть это вопроса ветка от этого дерева она отрезана и вот здесь вот болтается честно сказать даже вот это вот очень похоже место вот этот вот такой типа креста чуть-чуть похоже вот на это место но это уже так серьезной натяжкой можно сказать хотя вот по вот этому элементу вот по и поэтому можно все-таки предположить да вот по вот этому элементу вот здесь вот он виден что вот до отсюда как минимум какие-то изменения делались точно вот прям вот тут здесь точно они все менялись но это я говорю это скорее всего замазывалась стрелка именно убирали стрелку поэтому это все делали чтобы стрелку было не видно но здесь вот в этих местах я честно сказать повторов таких ярко заметных не заметил ну разве что вот здесь вот есть какое-то вроде бы но это даже чисто по он случайная сходность но так вот в глазах чтобы мне бросалось я не вижу может вы увидите более внимательные зрители найдутся здесь которые укажут на какие-то совпадения но в целом я хочу сказать что здесь явно явно чувствуется во первых по программе нам понятно что там были произведены изменения 31 января и 5 февраля и визуально это точно видно прям визуально я не знаю надо ли для этого 20 лет обучаться высшим учебном заведении чтобы вот это все увидеть и понять судить явно идут следы откровенных изменений фотошопа даже экспертиза проводить по моему тут как бы не обязательно но давайте вернемся к фотографиям которые мне прислали к сожалению опять таки я хочу сказать что они присланы не не вот так вот не не как вот файлы да откуда-то взяты а через радикал и это сразу же лишает меня возможности по крайней мере я не знаю как проверять такие фотографии на мета данные было бы конечно очень важно посмотреть какие на них мета данные на этих фотографиях но давайте все равно рассмотрим вот то что мне прислали во первых вот такая это радикал да через радикал вот так вот присланы и вот такая фотография и здесь мы можем видеть до тела пожалуйста ну и вот такая фотография тоже прислана повернутая как говорят вот так вот повернуть это якобы правильнее сделать ну вполне может быть вполне может быть но я узнаю рассматривать по-другому как бы и так наверное рассматриваю вот если посмотреть даже на этой фотографии я вам указывал насчет ветки вот она эта ветка здесь и и конечно нет давайте от в более увеличенном виде сейчас вам эту фотографию покажу вот во первых еще это надо сказать что это такая же фотография фигурировала по телевизору показывали вот это скрин с телевизора и здесь четко видно вот это вот помните я говорил дублирующий элемент вот отсюда было взято вот сюда поставлено здесь этого нет к моему огромному сожалению здесь этого нет вот эта ветка не обрезана вот эта ветка ее здесь тоже не наблюдаем и вот даже вот так вот эти посмотреть можно понять что здесь явно похоже похоже что это исходник то есть вот такой обработки который я уже показывал здесь не наблюдается вот еще раз посмотрим вот эта ветка еще раз вам объясняю да и вот этот элемент который вот здесь повторяется на эту на этой фотографии этого всего нет опять таки вот этого элемента вот здесь нету но как бы я бы не стал все равно еще делать выводы торопиться печальные выводы к тому что тело все-таки здесь лежала 21 апреля потому что еще раз говорю очень важно найти исходники вот есть вот такие вот которые нам мне прислали на к ссылке через радикал такие найти что вас была возможность их проверить на мета данные и чтобы можно было там увидеть что эта фотография сделана вот дата создания была вот такая как если программа показывает что дата создания вот это совпадает будет совпадать полностью да вот эта дата 21 апреля 2019 года 5 часов 38 минут после полудня и на ней я не увидел вот эти повторы и не будет вот этого присутствовать вот этого надписи photoshop и истории изменений вот тогда ну что тогда тогда придется констатировать факт что да это настоящая фотография с нас настоящим лежачим там телом но пока еще точно это сказать вот лично я не могу принципе я дал подсказку поисковой группе сальвар или там лиза алерт кому угодно вот просто вот так вот никому не рассказывая не показывая сказать вот смотрите вот исходник вот видите тело ну сами вот так вот есть просто за компьютер и написать вот смотрите вот исходник вот тело вот загружаем в эту программу прямо прямом эфире нажимаем появляются мета данные смотрите никаких изменений фотографии нет все сразу появляется убедительные доказательства что 21 апреля действительно на этом месте лежало тело кому она принадлежала это за другой вопрос но есть еще некие пока сомнения насчет того что не photoshop ли само тело на этой фотографии резюмируя могу сказать что у меня к сожалению лично у меня все больше создается впечатление к сожалению что влад бахов по всей видимости все-таки погиб по какой-то причине и очень вероятно что 21 апреля он уже находился там но я продолжаю утверждать и говорить что для меня вызывает изумление я бы так это назвал почему он был тогда не найден но пока изумляться рано надо удостовериться уже на все сто процентов что это вот фотография про которым я сказал которую ссылку на которую мне прислали и я ссылки оставлю под видео что это не photoshop очередной и развить эти сомнения могут либо сальвар либо лиза альерт буквально в течение пяти минут надеюсь это им не будет сделать тяжело и лениво может кто-нибудь более близких ним попросить их об этом могут не публично это сделать просто хотя бы вот так сказать кому-то показать кого-то убедить но я бы конечно желательно хотел бы увидеть это сам ну высказывайте свое мнение по этому поводу что вы думаете комментируете подписывайтесь давайте будем ставить лайки делайте репосты я вас очень прошло поддержите мой канал хотя бы этим ну а мне только остается сказать до новых встреч друзья